с вами мы продолжаем с вами изучение арабского языка мы подвели итоги и взяли с вами очень важную тему на прошлом уроке это была тема и баба кто еще не посмотрел обязательно вернитесь посмотрите и узнайте самые базовые знания по аль-дебаффи которые необходимо знать и мы переходим к следующему уроку по книге это у нас аль-мауду аль-хамис то есть пятая тема или пятый урок здесь харфа называется эта буква и слова которые здесь будут использованы зачастую нет эту букву в своем составе новые слова аль-калимату джадида которые здесь предлагают это фатаха открывать муфиид полезный фираж постель и ложе дафатир тетради множественное число от дафтар и фусуль это множественное число также фусуль это классы множественное число от фасы переходим к нашим предложениям и к словам которые мы сегодня возьмем 4 слова и 4 предложения первое слово это фусуль как уже было сказано классы второе это газета это телефон это полки уже в принципе это слово встречалось итак первое предложение фусуль классы и здесь мы вспоминаем тему прошлого урока или бафа аль-маха это институт уже слова которое было до этого классы института да то есть у нас мы видим и лафа здесь не имеет мулаф не имеет артикла не имеет тангин так как это то о чем мы говорим то есть это муктада как бы подлежащие в именном предложении но стоит положение рафа признаком которого является банк да то есть уклоны член предложения фусулю то есть классы аль-махаде аль-махад здесь мулаф или и всегда положение джар стоит кастра основной признак этого положения значит классы института уася от уася это уася это широкий и здесь очень важный момент хотела вам сказать это то что слово уася который у нас здесь встречается оси да это широкий в общем широкий но вы скажете класс это вроде как бы фасон если мы будем говорить о единственном числа числе да сразу вот здесь он напишу слово фасы это единственное число от фусун то есть класс 1 и важно то уася да это мужской род как бы от уася широкий или просторный можем сказать да вот такой просторный это переведем это предложение значить классы института просторные и с каждым класс это как множественное число почему же здесь используют используется форма уася от он женский род единственное числом хотя классы вроде множественное действует такое правило что неразумные во множественном числе а к неразумным относится все что не является каким-то высшими созданиями можно сказать ну главный из них это человек да то есть если мы ходят животные да животные тоже будут неразумным так вот неразумные во множественном числе в грамматическом плане будут использоваться как как единственное число женского рода поэтому здесь извещение да то есть классы широкие классы просторные они в арабском языке будут описаны словом в единственном числе но в женском роде уася от у да потому что это неразумные множественное число поэтому фусулю на ради уася от у классы института просторный вот этот момент обязательно запомните и запомните второй момент убWE я хочу газету город да идет города то есть я хочу городскую газету Мы видим, опять же, в этом предложении опять используется илафа. Но у нас есть глагол уриду, это глагол настоящего времени, мы еще не брали подробно глагол настоящего времени, ничего в ближайшее время возьмем. И вот этот глагол, он требует прямой дополнения. То есть хочу что? Слахиф — это газету. И мы видим вот этот мулаф, опять же, все параметры, про которые мы говорили, есть, отсутствие артикля, отсутствие танвина. И видим, что это слово стоит уже в положении насы. Признаком основным этого положения — это фатха, в конце слова. Почему? Потому что это прямое дополнение. А прямое дополнение у нас — мансу. Поэтому уриду слахифата, слахифата аль-медина. А аль-медина у нас уже стоит джар, потому что это мулафу лейт, мы всегда в этом положении. То есть это предложение «я хочу», да, газету города. То есть я хочу городскую газету. Третье предложение. Биль худироти гэтифун уаму кейфун. Биль худироти гэтифун уаму кейфун. Худра — это комната. Здесь у нас приходит предлог би. Он пишется слитно. Да, у нас есть фи, был до этого. И, да, в предыдущих даже предложениях там было фи, да, фи ль худироти. Здесь биль худироти. В принципе, в этом смысле, хотя этот предлог би имеет разные смыслы, но в данном смысле он приходит в том же значении, что и фи. Поэтому пока мы с ним будем расширять смысл этого предлога. Так как пример здесь на, ну, можно сказать, это в данном контексте синоним предлога фи. Так как фи ль худироти, можно сказать, и биль худироти, но только би пишется слитно, потому что все частицы, которые состоят из одной буквы, а их очень много, они будут писаться слитно с словом, перед которым они находятся. Га-ти-фун, то есть телефон и му-ке-и-фун, это кондиционер. На картинке мы видим. То есть в комнате телефон и кондиционер. Га-ти-фун уа му-ке-и-фун. Так как, я вам уже ранее говорила, да, так как у нас пришло то, о чем мы говорим, а в данном случае о телефоне, в неопределенном состоянии, то есть какой-то телефон в комнате, поэтому они поменялись местами, да, вот это... И это нормально в арабском предложении. Возьмем следующее предложение, четвертое. Здесь опять же обратите внимание на то, что было сказано в первом предложении, о том, что множественное число неразумных будет рассматриваться, как женский род единственного числа. И руфуф — это у нас полки, и тоже множественное число неразумных. И указательное местоимение здесь использовалось, соответственно, хэ-ви-ги, да, то есть которое показывает, что это женский род как бы единственное число. Ну, почему? Потому что с множественным числом неразумных у нас будет вот такое использование, вот такое, да. Это полки для книг, да, лиль в данном контексте будет у нас показываться как бы для чего. И так как у нас идёт артикль аль, хамзатальосль здесь не будет писаться в этом сочетании, то есть лиль и сразу кутуби, так как этот предлог тоже требует после себя положения джак, хотя каср здесь не написали, но подразумевается, что она здесь есть. Хэ-ви-ги, руфу-фу, лиль кутуби, да, то есть эти, или вернее, э-то полки для книг, это полки для книг. В принципе, эта конструкция могла бы быть передана, используя идолфу, например, Хэ-ви, руфу-фу, лиль кутуби, да, это тоже, в принципе, смысл был такой же. Ну, здесь использовали предлог ли, что тоже допустимо, да, вот показывает, помните, я вам на прошлом уроке говорила, что идолфа передаёт смысл как раз принадлежности, отношения к чему-то, и здесь тоже, да, то есть для книг, как бы, связанная с книгами, это полка. Вот такие нюансы, такие слова мы сегодня с вами взяли. Обратите внимание на использование множественного числа неразумных, также на использование идолфы, да, уже исходя из того, что мы взяли, новые слова. Прописывайте, проговаривайте, прочитывайте, задавайте вопросы, если у вас есть, и встретимся с вами на следующем уроке. Я рада, что вы были со мной. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.